Дым благовоний стелется над площадкой. У китайцев перед началом съемок свой ритуал. В России обычно разбивают тарелку о штатив. Здесь вместе молятся. На одну только физподготовку и тренировки. Не полагаются и каскадеры из трюковой команды Джеки Чана. Наша работа связана с огромным риском. И поддержка высших сил не помешает, говорит Хэ Цзюнь, который уже 17 лет бок о бок работает с легендой кино. Джеки сам спроектировал многие из тех приспособлений, что вы видите за моей спиной. Одна из его главных разработок – защитный пояс для спины. Он поддерживает позвоночник, но при этом не сковывает движения. Мы первые журналисты, к кому Джеки Чан выходит в новом гриме. В этом российско-китайском проекте. Он – сопродюсер. А на это звезда экшн-фильмов идет только когда роль серьезная. Кого играет? Понятное дело, сказать пока не можем. Я хочу сказать большое спасибо всем моим фанатам из России за вашу многолетнюю любовь и поддержку. Надеюсь, этот фильм придется вам по душе. Я даже уверен в этом. Ведь российский продакшн и мой китайский продакшн не зря объединились ради этой истории. Мы действительно здесь все между собой подружились. Люблю вас всех. В продолжении блокбастера ВИ мы увидим самые яркие каскадерские техники, которые команда Джеки Чана изобрела за годы работы с гением трюкового искусства. Для затравки нам показывают бой принцесс, где веер – изящный дамский аксессуар – превращается в грозное оружие. Профессионализм китайских спецов у российских актеров вызывает восторг. Они очень четкие, вплоть до сантиметра, до миллиметра, что касается трюка. Это хорошо, потому что исключаются травмы какие-то такие серьезные. Они очень следят за безопасностью. Экипировка, реквизит, декорации для трюков тоже особенные. Троссы из кевлара, что используется при производстве бронежилетов, выдерживают любые нагрузки. По ящикам этого шкафа можно взбираться, словно по скале. И даже простая с виду лестница со своим секретом. Она двусторонняя, она может использоваться и в этом направлении, и в том. Ее можно фиксировать, она может крутиться. Впрочем, главное, чтобы декорации выдерживали не только вес актера, но и взгляд зрителя, чтобы не фальшивили, а по-настоящему погружали в свою реальность. Лондонский таур под Пекином. Такое возможно только в кино. Сотни человек полтора месяца строили декорацию древнего замка в павильоне «Чайный фильм-групп». Здесь фантазии художников тесно переплетены с исторической реальностью. Интерьеры таура воссоздавали по старинным гравюрам 18 века. Только представьте, на освещение этого таура уходит по пять сотен свечей в день. Подвесные люстры снаряжают по два часа. Подготовка начинается на рассвете. И внимание к тысячам таких деталей в каждой сцене. Свежие листья для эпизодов «Чайной деревни» везут фурами за тысячи километров. С юга на северо-восток страны. В несколько заходов. Сразу все привезти нельзя. Чай портится, листья вянут. Каждый день мы на площадку приносили порядка 70-80 килограммов чая свежего, который хранился на специальных вакуумных ящиках. И на площадке находились две большие холодильные установки, чтобы этот чай там хранить. Размах съемок поражает. Более 20 масштабных локаций и в каждом новом пространстве знакомство с новыми, доселе невиданными персонажами. По одной из сюжетных линий путешествия в Китай черные колдуны захватили власть в восточных землях. Применяя свои сверхъестественные способности, они держат в страхе и трепете простой народ. Актеры, сыгравшие магов в фильме, в реальности ростом больше двух метров. Чтобы найти настоящих исполинов, да еще и способных на себе удерживать по 30 килограммов волшебной экипировки, кастинг-директор исколесил всю Россию. Мы знаем, что каждые 5-10 минут должны зрителю дать, принести. Мы знаем, что должны вот эти образы человеку, на что его вдохновить или на что его сподвигнуть. Или помочь ему решить какие-то вопросы, может быть, даже свои. Легенда о казаках-характерниках, ведунах и целителях Запорожской сечи. Версия о двойнике Петра Первого, который якобы правил страной вместо царя после его великого посольства в Европу. Тайна железной маски и древние китайские предания о священном драконе. Все причудливо переплелось в этом сказочном приключении. Ну, кто же обнимался? Все-таки мы идем на Китай. Путешествие в Китай – это больше, чем просто масштабный киноаттракцион. Это еще и аттракцион познавательный. Глубокружительное путешествие по диковинным легендам разных стран, эпох и народов. Этот фильм не притворяется серьезным и образовательным, но на расширение кругозора точно вдохновит. Просвещение через развлечение – то, чего нам так давно не хватало в кино. Субтитры создавал DimaTorzok